Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео мы рассмотрим устройство, назначение и принцип действия триера Овсюга-отборника. В одном из предыдущих видео, которое вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании или по ссылке в подсказках, мы рассмотрели устройство и принцип действия триера Куколи-отборника. Это оборудование применяется для очистки зерна от сорной примеси и составляет важную часть технологического процесса мукомольного производства. Назначение и место триеров в машинно-аппаратурной схеме. Зерно от примесей, отличающихся длиной, очищают в триерах. Для выделения примесей короче зерна, куколь-дробленое зерно используют дисковые триеры Куколи-отборники. Длинные примеси Овсюг, Овес, Ячмень выделяются в дисковых триерах Овсюга-отборниках. Триеры устанавливают после камнеотделительных машин и перед обоечными машинами. Сначала из зерна выделяют мелкие примеси в триерах Куколи-отборниках, затем длинные в Овсюга-отборниках. При наличии концентраторов в технологической схеме Овсюга-отборники не применяют, а триеры Куколи-отборники устанавливают после обоечных машин. Рабочий процесс в триере Основными рабочими органами дисковых триеров являются кольцевидные диски с ячейками на боковых поверхностях. Карманообразные ячейки расположены по концентрическим окружностям. Диски закреплены на горизонтальном валу и вращаются в вертикальной плоскости. Нижняя часть дисков погружена в зерновую смесь. Форма и размеры ячеек, скорость вращения дисков подобраны таким образом, что короткие компоненты обрабатываемой смеси захватываются ячейками, поднимаются вверх и при определенном угле поворота, который зависит от частоты вращения дисков и коэффициента трения частиц о материал диска, выпадают из ячеек на наклонные лотки и выводятся из машины. Длинные компоненты смеси тоже захватываются ячейками, но занимают в них неустойчивое положение и выпадают из ячеек при меньшем угле поворота дисков. Фракции могут быть порознь, выведены для дальнейшей обработки в этой или последующих машинах. При движении зерновой смеси вдоль машины концентрация короткой фракции в ней снижается. Во всюго отборниках роль коротких компонентов выполняет основная культура – зерно. Эффективность работы триера зависит от частоты вращения дисков, положения лотков и заслонок, от формы и размеров ячеек, коэффициента трения зерновой смеси о поверхность дисков, концентрации, состава примесей и других факторов. Все эти факторы не поддаются оперативному управлению. При эксплуатации триеров необходимо обеспечить стабильную подачу зерна, добиваясь равномерного его распределения и необходимого уровня в загрузочном устройстве. Регулируют подачу и время обработки зерна при помощи заслонок, загрузочного и других устройств. Надежная и эффективная работа триеров возможна при очищенных ячейках, влажности зерна не выше 18% и отсутствии в исходном зерне твердых и грубых примесей. Поэтому исходная зерновая смесь должна предварительно пройти соответствующую очистку, а при необходимости и сушку. При соблюдении указанных условий эксплуатации триеры-триеры-авсюгоотборники должны обеспечивать эффективность очистки не ниже 70%. Она определяется по формулам, применяемым для зерноочистительных машин. Для авсюгоотборника количество зерна основной культуры в отходах не должно превышать 5% по отношению к массе отходов. Производительность дискового триера определяют по формуле, представленной на слайде. Отметим, что производительность дискового триера в тоннах в час прямо пропорциональна радиусу диска по внешним ячейкам, радиусу диска по внутренним ячейкам, удельной нагрузке и числу дисков. В триерах-авсюгоотборниках рассмотренных далее, радиус диска по внешним ячейкам составляет 315 миллиметров. Радиус диска по внутренним ячейкам составляет 180 миллиметров. Удельная нагрузка при очистке от длинных примесей составляет от 900 до 1200 килограмм на метр. Конструкцию и принцип работы триера-авсюгоотборника рассмотрим на примере конструкции и принципа работы триера-авсюгоотборника марки А9УТО6. Этот триер обеспечивает выделение из зерновой смеси авсюго и других удлиненных примесей. Здесь короткая фракция пшеница. Принцип действия триера-авсюгоотборника и конструкция основных рабочих органов практически не отличается от рассмотренного в предыдущем видео триера-авсюгоотборника. Вы можете ознакомиться с конструкцией подробнее, перейдя по ссылке в описании или по ссылке в подсказках. Отличается технологическая схема, система отвода основной культуры и отходов, а также отличаются некоторые конструктивные элементы триера-авсюгоотборника по сравнению с триером-куколиотборником. Основные узлы триера-авсюгоотборника следующие. Корпус с дисковым ротором, приемные и выпускные устройства, привод и станина. Корпус корытообразный стальной. Он крепится на стойках, которые внизу соединены продольными балками. В корпусе в подшипниках установлен дисковый ротор, состоящий из вала 6 и 16 дисков 2. Корпус с помощью стальных перегородок разделен на три отделения. Рабочая с 13 дисками, перегружающая с ковшовым колесом 4 и контрольная с тремя дисками. В перегородке между рабочим и перегружающими отделениями имеется окно с заслонкой 3, которую можно перемещать с помощью рычажно-винтового механизма. В верхней части корпуса в зоне рабочего отделения параллельно валу дискового ротора смонтировано приемное устройство 1 со шнеком и регулируемой заслонкой 7, перемещение которой осуществляется вручную. На корпусе имеется откидная дверца, открывающая доступ к дисковому ротору и съемная верхняя крышка с отверстиями для присоединения триера к аспирационной сети и загрузочному самотеку. В нижней корытообразной части корпуса имеются откидные крышки для выпуска минеральных примесей, канал для выхода очищенного зерна и патрубок для вывода обсюга и других длинных примесей. Дисковый ротор представляет собой набор укрепленных на валу дисков с карманообразными ячейками, расположенными в виде концентрических окружностях на боковых поверхностях диска. Каждый диск крепится к валу с помощью спиц и болтов. На спицах всех дисков закреплены гонки, представляющие собой стальные изогнутые пластины. Смежные диски имеют круговое смещение, в результате чего гонки образуют прерывистую винтовую линию для транспортирования зерносмеси в осевом направлении. В перегружающем отделении на валу дискового ротора смонтировано ковшевое колесо 4. В нижней части отделения имеется патрубок для зерновой смеси, поднимаемый ковшами. Этот патрубок переходит в коленообразный стальной лоток, проходящий через перегородку в контрольное отделение. В торцевой стенке контрольного отделения имеется окно с регулируемой заслонкой 5 для выпуска удлиненных примесей. Привод триера осуществляется от электродвигателя через клиноременную передачу и редуктор. Распределительный шнек приводится во вращении отвала дискового ротора с помощью цепной передачи и муфты. Триер подключают к аппаратуре управления, находящейся на пульте завода. В системе управления предусмотрена блокировка с помощью сигнализатора уровня на случай переполнения триера зерном. Технологический процесс в триере овсюгоотборники заключается в следующем. Зерно 1 с самотеком поступает в приемное устройство, которое шнеком равномерно распределяет зерно по длине желоба. Через заслонку зерно поступает в корытообразную часть корпуса триера, в зону первых семи дисков рабочего отделения. Диски 2, вращаясь, поднимают зерна пшеницы, которые устойчиво размещаются в ячейках. Под действием силы тяжести и инерционных сил очищенное зерно 2 через выпускные патрубки выводятся из машины. Длинные примеси, овсюг, овес, ячмень, в ячейках дисков не помещаются и остаются в зерновой смеси. Гонками зерновая смесь транспортируется вдоль рабочего отделения. По мере продвижения зерновой смеси содержание в ней длинных примесей повышается, а нагрузка на диски постепенно снижается. Зерновая смесь с высоким содержанием примесей поступает в перегружающее отделение через окно с заслонкой. Зерно, поднятое ковшами, высыпается в коленообразный лоток и попадает в контрольное отделение. Дисками контрольного отделения извлекаются зерна пшеницы, которые выводятся из машины, а длинные примеси 3 гонками транспортируются к задней торцевой стенке триера и через окно с заслонкой выводятся через патрубок. Уровень зерновой смеси в контрольном отделении и количество отходов выходящих из триера регулируют заслонкой 5 в окне задней стенки. Настройку и регулирование процесса в триере авсюгоотборнике производят с помощью трех заслонок, установленных в приемном устройстве, в перегородке между рабочим и перегружающим отделениями и в задней стенке триера. При открытии заслонки в приемном устройстве устанавливают заданную производительность, не допуская переполнения распределительного шнека и пересыпания зерновой смеси через переднюю кромку днища в канал для очищенного зерна. С помощью заслонки в задней стенке триера устанавливают режим работы, обеспечивающий требуемую эффективность, которую контролируют методом отбора проб исходного и очищенного зерна и отходов. Для лучшего использования производственных помещений дисковые триеры куколеотборники и авсюгоотборники устанавливают в виде единого блока один над другим. При этом упрощаются транспортные и аспирационные коммуникации. Техническая характеристика дискового триера авсюгоотборника представлена в таблице на слайде. Спасибо вам за внимание. В этом видео мы рассмотрели устройство назначения и принцип действия триера авсюгоотборника. Другие видео описывающие принцип действия и устройство технологического оборудования вы можете посмотреть, перейдя по ссылкам в описании. Одно из таких видео я положу в конечную заставку. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравилось, пишите комментарии, если что-то непонятно, есть вопросы, я на них отвечу. Поставьте колокольчик уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!